Вообще-то это наша точка. Мы здесь работаем. Что мы будем делать, это будем решать мы. Люди в курсе. Мы здесь полиция. Яхмелия, это мои близкие. Мы посадови особо. Мы вас останавливаем. И мы обговорим законные требования. А вы кто такие? Шановные гости, я скажу коротко, и это будет зрозумело для всех. Я дякую Богу за то, что он меня наградил таким особенным складом, как вы. Хочу сказать одно. Я вам не прощаюсь. Я не прощенно шкодую, если бы приехал. И вы молодцы. Вы правильно срабатываете. Всем привет. Данного видео могло бы не быть. Если бы не правы инспектора Вавров, который учтив чудеса на дороге, а именно подрезал водителя, который на данном видео, подрезав его, преследовал другой автомобиль. И преследовал без маячков, спецсигналов и всего остального. Водитель этот, который на видео, проезжая мимо, после того, как они остановили тот водитель, машину, которую преследовали, покрутил виска инспектору, что он там чудит на дорогах. И инспектор, обидевшись на это все, не нашел ничего лучше, как жарить водилку за ремень. Догнали они его через пару километров и остановили, начали ему вменять, якобы он ехал не пристегнутый ремнем безопасности. В качестве доказательств видео инспектор Вавров на месте обещал предоставить доказательства после того, как водитель покажет ему документы. Большой ошибкой водителя бывает не показать водительское удостоверение, а показал он паспорт. Ну, смысл, все равно, получается, личность установлена по паспорту. Вынести постанову по беспределу полицейский уже может. Только еще и впишет 126-ю. Что и было сделано инспектором в дальнейшем. Посмотрите. В качестве доказательств видео посмотрите также, какое видео предоставил полицейский. Едя сзади, снимая на регистратор, и он это показывает в качестве доказательств, что водитель едет не пристегнутый. Опираясь на свои доводы, якобы сзади не видно вот этого перехода. От стойки и нету вот этого лямки. То есть, по логике инспектора, если отстегнуться, взять этот ремень, пристегнуть и просто его взять, вот так вот перекинуть за сиденье. То есть, лямка будет видна, но ты по факту не пристегнут. А по логике инспектора, ты будешь ехать пристегнут. Лавров, у тебя логика просто железная. Я вот честно, такого я не ожидал, честно. Я был в шоке. Я не думал, что до такого тупизма можно дойти и доказывать, пристегнут ли человек не со стороны лица видео снимать, а находясь за 6 метров сзади и опираясь на якобы вот этого вот не видно там. А было там не видно, там вообще ничего не видно. Поэтому я понимаю, почему Лавров так легко согласился о переносе рассмотрения дела с места остановки автомобиля в УПП, потому что данное видео, показывая на вот таком вот экранчике телефона или регистратора, ну он снимал на регистратор, он носил Мишный, там где было бы не видно вообще ничего. Поэтому Лавров выхватил так удачно ходатайство от водилы, чтобы хотя бы на мониторе компьютера он понимал, чтобы там хотя бы хоть что-то показать водителю. Дело было перенесено в УПП. Мы присутствовали, я как представитель, Руслан там с нашей группы, просто как вильный слухач. Дальше вы посмотрите на то, как инспектору Лаврову, Дмитру Маколаевичу. Помогали все, кто мог во время рассмотрения дела. Старший инспектор мониторинга, командир второй роты, там три или четыре еще полицейских, которые вмешивались почему-то на каких-то основаниях, позволили себе вступать в дискуссию с нами во время рассмотрения дела. Ну, просто трэш, вот честно. Самое большее удивило, то, что полицейские уверовали в то, что они являются якобы судьями на дорогах. Это вообще просто застрелиться можно. Я честно офигел, когда я вот это вот услышал, да, что полицейские имеют полномочия судьи во время рассмотрения дела на дороге. Я подзавалил, честно. С каких пор у нас полицейские судьи на дорогах? С каких пор? Они имеют право притянуть до ответповедальности, так, выписать постанову. Ну, полномочия судьи, судьи, это, конечно, что-то новенькое. Я, честно, подзавалил. Что бы еще хотел бы добавить? Ну, дальше посмотрите. Честно, беспредел чистейший. Полицейский был мотивирован изначально на выписание постановы, и ему не важно, какие доказательства, какое там видео имеется в качестве доказательств. Такие у нас законы. Будь какие фактичные данные, видео, видео, видно машину, да, и все. И полицейские оценивают это видео на свой властный рост. Вот если полицейский там видит, что ты не пристегнут, тут ты хоть убей, ты ничего с этим не сделаешь. Такие у нас, к сожалению, законы. И любой супер-пупер, там, адвокат, либо еще кто, если полицейский настроен выписать постанову, ничего ты не сделаешь. Остается только идти, подавать в суд и отменять данная постанова, потому что это чистой воды бред. Дальше смотрим видео, ставим лайки обязательно, репост. Всем пока. Кто не пристегнутый? Вы не пристегнутый. Я отстегнулся только что. Что, что? Отстегнулся. Отстегнулся? Ага. А что вы подрезаете? Ну да, вы меня подрезали. Вы ехали, ехали, обогнали и подрезали меня. Давайте сначала решим вас, наш вопрос. Да нет, давайте мы решим, что вы подрезаете вопрос. Я не предъявлю подсвечения водея, предъявите. Ну давайте задерживать. Фото-видео фиксация моего нарушения, покажи. Ваши подсвечения водея. Я не предъявлю не подсвечения ничего, пока не будет фото-видео фиксации. Давай, давай задерживай. Пиши постановление задерживай. Давай, давай. Ну и фото-видео фиксация моего нарушения, предъявите мне. Фото-видео фиксация Ну давайте рассматривайте дело. Давайте будем рассматривать дело. Я не предъявлю документы. Давайте рассмотрение дела и предъявлю документы. Ознакомьтесь с моим правонарушением. Да я не буду долго с вами стоять. Ознакомьтесь с моим фото, видео, фиксацию нарушения моих. Покажи. И тогда я поехал. Своё посвящение покажи. 18.3 исполни. Да исполняйте тут руль. Да не, не так близко. Да я разберусь, как не близко. Покажи нормально. Лавров, блядь. Да не, блядь, не матюкаемся. Дмитрий Николаевич. Дмитрий Николаевич. Вот так я обращаюсь. 16.9.4.81 жетон, да? Или что? Не крутись, ровно стой. Крутись, как баба на шесть. Что? Как баба на шесту, крутись, ровно стой и всё. Вы нахватив не употребляйте. Крутись, ровно стой и всё. Вы нахватив не употребляйте. Это ты употребляешь. Глаза у тебя красные. Предъяви мне 268-ю статью, что я нарушил. Я поехал. Что вам предъявить? По 268-ю фото-видеофиксацию покажи мне. Возможно, вы мне предъявите 60 тысяч. Я не покажу посвященную воде. Вы просто ищем, пока не покажут. Подойдите. А? Видео ставь. Видео ставь. Ну, давай, будем смотреть. Ну, долго будем стоять? Пока вы не покажете, что вы едете. А я задержанный или нет? Пока не покажете, что вы едете. Я говорю, я задержанный? Вы? Да. Пока нет. Я могу ехать? Нет. А почему? Потому что вы пока посвященную воде не показываете. Так а что я был пока посвященную воде? На основе чего? Я даю вам законную вымолу. Какую? Предъявить вами. На основании чего вы меня остановили? На основании чего вы остановили? На основании нарушений правилами дорожного движения. Покажите мне фото-видео фиксации моего нарушения. Я вам покажу после того, как вы знаете. Нет, вы меня сначала предъявите мое нарушение, а потом... Что мы будем делать, это будем решать мы. Мы здесь полиция, мы по садове особо, мы вас останавливаем. И мы вам говорим законные требования. Ну, законные требования. Хорошо, ознакомьтесь с моим правонарушением. Что я нарушил? Сейчас разведу справу. Ну, давайте рассматривать справу. Стосовно кого? Ну, давайте будем рассматривать... Стосовно кого? Иван Иванович. Я должен сначать рассмотрение дела, потому что я представлюсь вам и узнаю, кто вы такой, и скажу, что сонок окоопочное розе справа. Ну, так предъявите фото-видео фиксацию. Сейчас разведу справа. О том, что я нарушил. Мне придяйте, я вам покажу свои документы. И все, и будем рассматривать дело. И все, и посмотрите, посмотрите, что там есть мое нарушение. Я уверен, его нет. Я не предъявлю посвященное воде, а пока вы. Ждем, ждем. Идите сюда, вот вам документы. Вот документы. Разрешите. Другую страницу покажите. Это у вас паспорт. Если вы не проявляете паспорт, пожалуйста, первую и вторую страницу. Ну, я вам показал, вы хотели узнать мою личность. Там написано фамилия, имя, отчество. Я вам показал. Ваш документ, я вам предъявил документ. Фамилия, имя, отчество, там написано в моем паспорте. Ваш паспорт. Так я же вам предъявил свой паспорт. Существует код, Дмитрий Эдуардович. На какую дату хотим перенести распространение дела? На сегодняшнюю. На сегодняшнюю? Да, в чтение часа приедет адвокат, будем общаться. Нет, вы проносите на следующий день. Нет, на следующий день не могу. Я могу через час, через два, в принципе, через полчаса. Через час? Ну, через час, да. Хорошо, давайте через час. Ждем адвоката, он сказал, в чтение часа освободиться, подъедете. Мы либо переносим, либо прямо сейчас. Предъявите моего фото-видео фиксацию нарушения. И будем рассматривать дело. Будем рассматривать дело после переноса. Мы сейчас переносим дело, и тогда будем рассматривать. Ну хорошо, давайте. Будем стоять ждать. Адвокат подъедет в течение получаса, сказал. Час от силы, минут сорок. Знаем, мы ваших адвокатов. Ну знаете, это вы с ними знакомы, я уверен. Сказать, что я не буду. Вот это, что я с вами уже здесь стою, сколько? 35 минут. Будете стоять, пока не уедем, пока вы не разрешены. Пока вы не разрешите, да? Так корону сними. Корону, да. Так если я сижу в машине, я же не еду. Когда буду двигаться, то я пристегну. Я не адвокат. Был бы адвокатом, показал бы посвящение адвоката. Что? У нас слуха не справа. Это вильный сухач. Вильный сухач. Мобильного слухача мы не пропускаем. Что-что? В смысле не пропускаем? Еще раз, не понял. У нас режимный объект, мы пропускаем человека... Это Держ установа? Сейчас карантин, я вам объясняю. Мы пропускаем только человека... Не, подожди, это Державная установа, что не? Ну, ваш ОПП, это Державная установа. Это режимный объект. Ну, это Державный установа. Вы только что сказали, что будет открытый рождец справа. Я вас спросил, инспектора, который рассматривает справу, ответил, что рождец справа открытый. Согласно с 249-й, КЛАП, Людина мает право присутствовать. Все. Людина, есть способ... Переписывайте, держите, давайте не усложнять ситуацию. Дистанцию никто не вспоминает. Ну, вписывайте, вот так и все. Человек просто посидит рядом, вот что. Переписывайте. Сержант полиции, который полиция руководит справа. Что, что? Я не вам говорю, абсолютно. Ну, я переспросил, я не услышал, что вы там говорили. Я не вам говорю, я вам что-то. Я пишите. Я отвечаю вам. Сейчас проход будет проходить перенос сразу до справа. Зивно, чего? Если чего, зивно, капотание, особо, зивно, до кого будут проходить. Еще раз будете переносить, или что? Нет, сейчас будет проходить по первому капотанию. Мы сейчас запрошены Дмитра Эдуардовича. Подождите, я не понял. Вы сказали, мы сейчас будет перенесено рассмотрение дела. Какое перенесено рассмотрение дела? Чего? Вы нас вызывали на рассмотрение, а не на перенос. Я вас вызывал, я вызываю Дмитрия Эдуардовича. Я его представитель. Пожалуйста, проходите. Ну, все. Так запишите человека, это Вильный Сухач. Вы будете заходить. Нет, я присутствую, послушайте, я присутствую, как его представитель. Согласно 268-й. Вы только что сказали. Согласно 249-й. Дело рассматривается открыто. Безусловно. Ну и все. Ну, на данный момент. Сегодня у нас карантин. Так. Я не могу вас пускать. На основании чего? На основании. Поставка вне к министре. Какого? Комиссии 11. А если вы его внимательно почитаете, там написано, все государственные органы. Товарищ представитель. Представьтесь, пожалуйста, документы. Можно у вас? Я же сказал. Ради было. Пожалуйста. Я же вам пока что жил. Вы, если апеллируете 211-й, так вы должны тогда ознакомиться с ней полностью. Возьмите. Все держ... Сейчас, секундочку. Я объясню. Все державные органы, не сворачивайте, я еще не прочитал. Все державные органы працуют в таком же режиме. И обовязок дотримоваться карантинных заходов возложено на вас. То есть маска, человек имеет право присутствовать, но маска и дистанция между мамами вы должны обеспечить. Не выдумайте велосипед, пожалуйста. Вы меня не задерживаете. Я вас не задерживаю. Я запрошу Дмитра Эдуардовича до нашей миссии. Так на основании чего? Дело открытое. Дело открытое или нет? 249-е. Вы только что сказали, дело открытое. Цивильный слухач. Хорошо. Сядет на авиатроне 1,5-2 метра. Не буду просто сидеть слушать розгляд справы. Все, не больше, не меньше. Я запрошу Дмитра Эдуардовича. Пожалуйста, Митро, вы сейчас заходите? Конечно, мы заходим. Вы сейчас не говорят, нет? Пожалуйста, по-деку. Документы, пожалуйста. Я так и не ознакомился. Как вам можно обращаться? Дмитро Миколаевич. Дмитро Миколаевич, в 211-й статті Кабинета Министров, на что вы спираетесь? Там прописано, что государственные органы, Дмитро Миколаевич, государственные органы, работают в штатном режиме. Розгляд справы... Подождите, Дмитро Миколаевич, розгляд справы открытый. Вы только что это заявили. Дмитро Миколаевич, через законопространник захватит его. Да пошли, я так просто зайду. Добрый. Вы не заходите, мужчина. На основании чего? Ничего. Это режимный объект. Выдите, пожалуйста. В 4-ю. Дмитро Миколаевич. Режимный объект, это державного установочка. Почему они зайдут? Выйдите. Выйдите, пожалуйста. На основании чего? Выйдите, пожалуйста, с территории. На основании чего? У нас нет приема граждан. А мы не на прием пришли. Мы пришли на рассмотрение дела. Законы представны. Вы ознакомлены со статьей 249. Как вам можно обращаться? Могли бы, пожалуйста, документ представить? Документ можно, пожалуйста. Чтобы мы просто здесь не сотрясали воздух. Все согласно действующему законодательству. Верно? У нас нет приема граждан. А мы не на прием. Мы не на прием пришли на рассмотрение дела, которое полиция перенесла. Болдарев Сергей Володимирович. Я не дочитал. Пожалуйста, читайте быстрее. Полицейский взвод у роты 3. Сергей Володимирович. Сгідно 249-й статье КУПАП, розгляд справы открытый. Это заявил сам инспектор Лавров, который рассматривает справу. Эта человек идет свободным слухачем. Он имеет на это право. Я нахожусь в маске. Посадите меня на 2 метра. Сгідно с 211-й постановой Кабинета Минуты, все государственные органы работают в штатном режиме. И обовязок вытрематася карантинных заходів ложить на вас. Вы должны обеспечить нам площадь, помещение, где мы между собой можем выдержать расстояние между собой полтора метра. Вы нам должны обеспечить маски. Как держу станова. Если уж на то пошло. Мы не на прием, мы на рассмотрение. Мы не на прием. Мы не на прием. У нас маски есть свои. У меня маска есть своя. Я ее одену. Когда буду заходить в помещение? Одну секундочку. Пожалуйста. А вы старше? Да? Подожди. Я буду успокоиться. Почему-то вчера на рассмотрении дела вельными слухачами было три полицейских. Три. Сидели просто слухали. Друг с другом рядом. И никого ничего не напрягает. Мы в вашу оружейную комнату, в вашу стратегический объект не заходим. Мы заходим туда, куда вы нас пригласите. Она вообще не едет. Там кропки с жопа. Да, пожалуйста. Да, конечно. Зайдем в помещение, я опять. Позвольте, запишите. Пожалуйста. Запишите. Доброго дня. Доброго вечера. Вон сколько машин, да? Все целые, все на ходу. Судя по звукам, нет. Доброго вечера. Я Волгопут Раковач, керамець, 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 керамець. Повядуваю вам, все целом на вас, починаюся розгляд справа за ваше правопорушенням, продвачено частью 5 статті 121 Кодекса України про административні правопорушенням та статті 126 частини 1. А саме, ви коруете транспортно-дизацевом база 217, державного номера АН 37-23А, обладаюся с формистальной безпеки, були на пресцентру церемной безпеки та на королеву посвященному діагу ковидной каталогі. Ты передавил посвященному діагу? Посвященному діагу? На 28 статті попросил ознакомиться с моим правопорушенням и не ознакомили. Позвольте, я продолжу. Дмитрий Дованович, ввое послугава, керамець до административні правопорушенням 11 статті 268 Кодекса України і про административні правопорушенням маєте право займатися з митрявом справи, давати пояснення за відповідь питання, подавати дописи, корисувати середичну допомогу адвоката або іншу піківсягу зі права, який за законом має право знайдя правової допомоги особисто чи з зарученням любічної особи, виступати рідною мовою, маєте право не перекладача, якщо не змінити мову і поводити це провадженням, маєте право сказати основу про справу. Адільна Конституція України ДОСЕВА, БУЙСКИХ РОДЇІХ РАБОЧОВАНИХ СЕМГІ КОЛАК ИХ ВИЗНАЧНЫЙ ЗАКЛАД Дмитрий Едуардович, ВАМ ВІСНИ ВАШЕ ПРАВА? ДА, ВІСНИ НЕ. ВЫ БАЖАЕТЕ ЧЕМУСКОРАСТАТЬСЯ? ДА. Я ВАСЛУХАТЬ. 268-ю статтюю я хочу ознакомитися з вами правонарушенням. Согласно чого вы меня... Згідно 268-ю ми ознайомимося Сморитаря у нас справа. Подальше возможно будет какие-то попытания дополнительные или не добрые. Давайте по полу. Первое, ваше правонарушение. Закам. Где-то нарушение? Подожди, давайте рассмотрим. Давайте рассмотрим. Значит, нового это сделаешь. Правильно? Ваш автомобиль, правильно, Дмитрий Заверчевич? Да. Мы не отрицаем этот факт. Нет, я с вами просто... Все верно. Все абсолютно. Номер, да. Автомобиль, марки, да. Одну секунду. Угу. Ну. Первое. Промежуток раз. Ремень не перетянут. Показывай дальше. Как не перетянут? В смысле не перетянут? Я вам покажу дальше. На уровне шеи должен быть натерянут? Позвольте я. Позвольте я. Позвольте я. Позвольте. Давайте, давайте. Второе. Раз промежуток. Видим, что ремень не натянут. А как он быть по вашему натянут? Вот, смотри, пожалуйста. Ремень. У вас язык, который вы высылаете ремень, находится справа от вас. А ремень висит слева. Соответственно, должна быть диагональ. А на каком расстоянии? У меня в автомобиле она опускается выше. Да, опускается выше. Правильно. Я что-то сказал. Смотрите, ремень. Два штуки висит. Первый натяжитель. Второй. Так это уровень шеи вы показываете. Позвольте, я договорю. Разрешите, дайте я скажу, когда я вас не разу не купил. Ты говорите. Сначала есть, куда ремень засовывать, правильно? Потом высовывать. Он засовывается в петлю, правильно? Я не знаю, у разных. Я жал DISRUO SP Adm450. Как у вас машина. Допустим, как у вас машина. Он засовывается в петлю, соответственно, наше он перетягивается и висит. То, что висит, вы дальше тянете и засовываете в замок. соответственно мы это видео видим первое замок 1 1 ремень идет вверх как не рожать у меня там кресик висит вообще-то на уровне шеи там кресик вот это по вашему разложите все-таки говорить это во-первых стойка автомобиля на которой она все держит второе и первый ремень идет вверх разрушить стойка автомобиля вы показываете на зеркало я показываю вот где он висит я позвольте договорить вверх он пошел первое время видим дальше промежуток идет сверху вниз пошел вниз он идет не перетянут соответственно чек не пристегнутся часы соответственно это только ваш это только ваши мы это ваши мысли понимаете что я тут не вижу фактичных данных вы показываете нам автомобиль державный номер все вот тут это вот это уровень подголовка сидения по вашему ремень должен проходить по шее или он как минимум должен ниже груди проходить нет слов не покажите нам его ремень покажите нам его вы показывали на фару но покажите где ремень два двери не раз я здесь ничего не вижу вот честно я честно вам вы видите да ну пожалуйста хорошо на вас на руках я бачу еще ремень не перетянут соответственно нет диагонали сверху вниз это ваша этого это ваша мысли на уровне шеи или как она мы проходит на уровне ниже плеча смотрите следственные эксперименты и все остальные нас ничего не обязывают идти сейчас машину мы констатируемся фактами которые на нам предлагает полицейский мы просим указать здесь здесь все верно выучает доказы принимая решение доследжуя на свеи россу я согласен если я не увижу он не увидит вы не увидите но он видит здесь не видно нарушения даже на таком экране почему скорее всего вы также не можете здесь вступать с нами в полемику но почему-то мы с вами это беседуем но почему-то мы беседуем и мы не против этого мы против беспредела понимаете если человек был бы не пристегнут и это было явно зафиксировано вопросов нет а вот эти все предугадания возможно ремень должен идти здесь в каждом автомобиле по-разному может у него ремень оторвана петля и ремень просто и петляется возможно так вот согласно 62 статьи все припущения трактуются в его сторону и не может быть всего что вин виновный возможно инспектору лаврову показала что там высыть ремень покажите мне его там вот вы как командир увидеть это одно он в суд свои глаза не принесет на которой зафиксировано передвижение автомобиля и не видно далее у него была момент остановки автомобиля точно также есть беседа с водителем дело не пристегнутых где к нему подход еще раз подожди подожди согласно пдд об обвязке воде я буду пристегнутым а когда автомобиль стоит и не движется все вопрос отпал вопрос отпал инспектор его останавливает фиксирует камера камера фиксирует непрерывно все верно так пусть покажет пусть покажет давайте посмотрим пожалуйста включайте запись только правонарушения какого правонарушения здесь нема ничего митро маколаевич митро маколаевич будь ласка включить нам запис за свои боди камеру де вы спелкуйтесь данной особой это материалы справа конечно пытание навещу вам цены нормально нормально да можно покажите скорее всего скорее всего это предупреждение не просто дмитро маколаевич ваш командир сказал что есть в видеозапись на прерывно как вы зупиняете выходит из автомобиля опять смотрите смотрите факт факт возможно возможно он сидит на стоящем автомобиле это все возможно это не относится правонарушения но я вам говорю я тут не бачу правопорушения тут взагалі ничего не видно тут не вы я согласен он оценивает доказать но цены доказать мы згиднее что цена что цена его автомобиль руха я можно определить где доказать не не долго по наявности на правопорушения правопорушения вы здесь видите правопорушения если смотрите если я даже скажу что я вижу или не вижу это не изменится ситуация согласен 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 полностью принимает решение он мы лишь требуем у меня есть это движение вот это движение делу вешал пусть покажет непрерывную запись с регистратора и он его устанавливает подходит да пусть пока не будет видно видно не будет видно там есть все вопрос отходил как вы сказали этого видео я так понял не ну загали чем бы тогда сможешь сон сблаку инспектора вы можете показать на этих кадрах я здесь или меня вот вы сейчас непосредственно в близи автомобиля позволь спереди спереди и сзади и сбоку вы подходите не выключать покажите пожалуйста ремень покажите нам ремень на основании чего вы говорите шоу на стойке покажите нам здесь а почему взяли что сзади это видно сейчас я общаюсь слова ваши вы сейчас употреблял это в отношении водителя было сказано то есть это было педро подозра на остановку воля стене ничего не или почему не руки не тряслись подождите а это относится к признакам алкогольного опьянения либо наркотического вы что-то не зря просто так сказали естественно естественно так а чему вы не запропонували люди не прийти медов нет вы просто человека отпустили у него есть признаки алкогольного опьянения а признак признак и вы его отпустили и перестали что за пургу вы тупые сачки несете вообще не вопрос покажите нам здесь время вот здесь этот ракурс самый удачный смотрите я просто хочу вам вас попросить указать где вы здесь видите рейд я вам отказываю я понял понял жалко действия золотые слова вы их другому не учите не вы как командиру должны понимать закон это закон вот это это беззакон вот честно это беспредел потом вы обижаетесь почему мы к вам относите относимся к отдельным инспекторам ну мягко сказать с неуважением мягко сказать вот из-за такого вот честно вот из-за такого послушайте сама 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 причина сама причина посмотри сама причина я всей сути не знаю это одно если по наставил ему сказал ты ну будь поаккуратнее со своими жестами всем остальным но быть предвзятым и на основании того что ему покрутили у виска на то что он сотворил на дороге вынести постанову по беспределу это совсем другое какое нарушение ничего человек с двух метров перед автомобилем не видит ремень я не другой не начальник управления я полностью согласен никто не может на него давить но здесь нет ничего на видео я могу то же самое сейчас показать обезьяна едет за рулем и сказать он а он нарушил можете должны быть объективны он должен все бично и объективно на сви все верно на сви росту принятые согласно справе решение но это что что на данном и пообщаемся потом после удовольствия данный момент сергей лично я так не сказал что только я яско я говорю то что я здесь я здесь не вижу вы здесь визите это ваше право сейчас агрели все рамки закона я у вас смотрю едуардович вважаете еще чему из коммерческого статуса на статте 268 бодоксов корейный про административные правопорушения я свое нарушение там не верил я был пристегнут мы давайте так мы даем вам устное пояснение людина ехала за рулем на автівке по вулице лекси тихого ехала пристегнута право дорожнього руху не порушила все зима статтей 1 статтей 26 почему вы пункту права 24 посвященную воде не отправляйте на вимогу полицейскую на яку вимогу на мою законную вимогу вимога повинна бути законной согласно ПДД там написано чутко согласно ПДД написано и страховой полис хорошо но это еще ни о чем не значит где вы видите согласно ПДД должно быть у вас разрешение на маячки но это ж ни о чем еще не значит давайте тему давайте тему не менять я ваша вимога повинна давали а скажите а скажите а есть приказ 1080 есть есть уже полгода есть посмотрите это видение Киева вы даете ответ всем и в Киеве один в один вы просто берете контр-УК контр-УВ ставить скопировать у всех ВПП одни и те же ответы ну так конкретно же Киев дают эти ответы вы даете ответы мы сейчас остановились на том что вы обвиняете человека что он не предъявил водительскую защиту ваша вимога повинна бути законной згідно 19 статьи конституции и 8 статьи закона Украины про нацполицию нарушение показали мне ознакомили с 268 статьей и он показал свое водительское удостоверение так как вы меня ознакомили с 268 статьей Людина попросила сразу на даты вы мне отказали я вам доказать все предъявили доказы Людина вам показывает документы вы выносите постарова Виктор Георгиевич забожал сделать такое вопрос да да мы его сделали проводим его сейчас да а на видео показать когда было хлопотание на перенос вопрос теперь другой включите на видео момент когда он выносит свое хлопотание про перенос справы включите он все пишет давайте посмотрим отсюда на какую дату хотим перенести регуляцию на сегодня на сегодня чтобы желать других не среди часу через час через час нажмите пользу было подано устно-клопотание про паренос роль наду справа через годы до данных не вы не объясняете он должен это рассказать не вы вы сами говорите вы никто подправит это не наше право подождите подождите согласно 268 статьи человек имеет право на клопотание имеет право естественно он его сделал выполнил свое право про перенос вы его удовлетворили переносли дело на какое число подождите блока потани и людины про перенос роль наду справа на цей же день через час або через 2 годы вы дали добро вы согласились вы приняли копотание естественно потом дмитрий дуаровичу было пояснено что мы не можем заработать через а ну включите пожалуйста я пояснил водею что в 19-го числа с 7 месяца 20-го года у него будет родственник административных водителей батальону патрульной полиции так в месте короткость составляется с 8 месяца 20 згідно чого вы перенесли згідно его усно копотание было на цей же день через годину 2 а вы чомусь перенесли через три-четыре дни так вы сказали вы его приняли на видео включите нам видео там где вы это говорите и на основании чего вы вытхываете у нас есть вопрос к вам на основании чего вы перенесли на сегодняшний день у нас есть подозрение что вы просто превышаете свои служебные полномочия еще а мы так думаем копотание воде я которая была назначена через час або два на той же день согласно чего вы принесли до нему оно должно быть подкреплено законом законом смотри он имеет право удовлетворить копотание пар перенос но сам не может сказать я переношу нет такого в клапе это судья это не судья не да что ты черт побери такое несешь полномочиями судей полномочиями судей так как чему вы говорите что судья мои все верно я этого не отрицаю но полномочий судей у него нет но полномочий судей у него нет полномочий судей не инспектор вы поняли я имел к чему я посаду вам согласен на все 100 согласно решение относительно миссии рослиду справа непосредственно вы только что сказали полномочия судьи вы поняли он не имеет полномочий судей притянуты до відповідальности розвитой справы мая вы прекрасно все понимаете вы цепляетесь за словами говорите не мы это понимаем и вы это понимаете он саласа это переноса инспектор сказал полномочия судьи потому что он не ходит так а я вам о чем говорю нагрудного знака судьи так далее но просматривать он может равноценно как судья вот вы як посудовая особа выносите будь-яки решения та на службе керуйтесь чим перш за все закону украинка конституция 19 статья вы повинні повинні діяти в межах то на підставі закону скажите згідно якої статьи куапу вы у повноваженні перенести розгляд справа понимаете решение решение смотрите как на экзамене стоит у нюста не экзамен я человек перенес рассмотрение я просто пытаюсь добиться согласно чего какой статьи куап он перенес уже это попахивает превышением полномочий ответим на эти вопросы если это попахивает превышение полномочий понимаете если что-то непонятно мы поможем так поможем подождите смотрите если вы не давали консультации вы мы с вами сейчас бы не беседовали лавров бы тут распинался сам согласно ну что вообще не слухачит поэтому в нормальных условиях мы ведем с вами диалог я лично не против с вами вести дело не ну просто что начинается он долго это время нет это не долгое время понимаете просто нет полномочий у полицейского как на экзамене стоять у него спрашивайте как вам можно обратиться сергей сергей згідно яку и статьи у полицейского я полномочия не про перенос розгляда справы зиначого какой статьи так пусть скажет статью я прочитаю мы идем дальше и все клопотание копотание было более целесообразное время выбрали не подождите и мы не могли про его целесообразное время и слова не указано полицейский он не объяснил это человеку это вопрос уже другой он выбрал наиболее целесообразно подождите вот начальник отдела мониторинга старший инспектор отдела мониторинга сказал что инспектор лобров перенес розгляд справы сгиб на статьи купал я лишь прошу прочитать зачитать статью ознакомиться вас на чего он это принял решение и мы идем дальше так там про копотание написано так так через час возможности перенести его не его перенесли на ближайшее время когда мы его могли провести вернее он а именно после этой смены у сотрудника было два выходных дня проводить рост на выходной согласно 217 не имеет права это не согласен вообще на просто это не целесо не имеет права смотрите мы провели на ближайшую рабочую смену самое первое время вот человек за полчаса до этого прибыл на работу ближайшее время сообщили правонарушителю ему это время подобное такую я не слышал так и общаться другим инспектором села машина и уехал а девушки узнал от инспектора крысина фамилию не помню который рассказал что он 11 часов 19 00 мать я от нее узнал не от него когда я общался человек он не зачитал первое во первых адвокат ваш так и не приехал я приехал я поздал на пять минут он надеюсь я не говорю что я адвокат это вы меня называете адвокатами ну возможно он не разбирается в терминах никто тут адвокатом себя не считает там отойдем ладно если есть где-то в правиле правило дорожного движения но в законе написано что водитель в праве не показывать достали нет такого нет такого нет такого нет такого но есть статья норма есть статья норма конституции жоден с нас не повынен вакунувать излучение наказа вот вот на данном этапе воде 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 требовал лишь предъявить правопорушения виду доказы правопорушения вина даст все документы все в цену было ваше питание инспектора на на тот момент инспектору устроил паспорт он остановил личность он перенес рассмотрение дела даже не рассматривал даже не начал рассмотрение дела не начал как право зачитывается до начала рассмотрения дела лобровы в своем уме дмитрий маколаевич права зачитываются до начала розгляду справы я держу себя в руках но вы сейчас просто выглядеть некомпетентно 6 это 6 подожди командир вот вы как командир второй роты скажите мне право зачитывается до начала рассмотрения дела либо во время рассмотрения все инспектора лобров застрелиться я тут не отвечаю на вопрос вы отвечаете на вопрос нет а нет нет виду доказом мы доследили все видео доказать что мои в наявности все на вопросах больше еще вопрос вам на зараз потребно показать в ходе розгляду справа наше водительский посвященный реализационный документ на страховой полюс на данный момент не в ходе не в ходе не в ходе початку розгляду справа а в ходе розгляду справа вам нужны наши документы или нет дмитрий дуалович чтобы я особа я не маю право керування данным транспортным засобом а саме чтобы не статя 126 частина друга а частина перша а саме что вы не проверили посвященном воде я там мало право керувати данным транспортным засобом мало відповідно категорию б для цього будь ласка давить посвященном воде я подруге чтобы составить постановку в мене є дані водія які він мені переявив а саме паспорт громадянина украины цим паспортом я засвідчив його особо все я закінчу все предъявляй регистрационный водительский все сходится вы внимательно хоть прочитайте я ж другую сторону на закон на вымогу на закон на вымогу на законному правопорушение от сочинив становлються постанова 268 здесь сегодня статья когда не ознакомили когда мне известишься 8 статью когда не ознакомили я воспользоваться когда сегодня 11 числа на месте подождите но вот и дим подписывай смысл уже нет постановление вынесено вообще нет смысла да давай подпишем откуда взяли элемент конструкции лежачего полицейского об этом история умолчивает все доброго ласкаво просимо в цифрону сучасно украину